Добрый вечер, Валерий Костич, нужен Ваш совет. Есть войлочная вишня, выращенная из Ваших косточек. Трехлетка и персики, выращенные этим летом. Косточки персика были посажены осенью, почву пережили холода, взошли. Вот видите, хочу привить персик на волочную вишню, как это лучше сделать. Сергей Дахов, Экибастов. Значит, смотрите, это его, персик, поздравляю. Это я волочную вишню, поздравляю. Ну, что остается делать? Такой персик без укрытия, скорее всего, замерзнет. Он очень морозостойк. И все равно страх какой-то сидит. У меня до сих пор страх сидит. Хотя у меня неукровенные персики, половина из них. Ну, и тут я вспоминаю этого товарища, который на Сахалине привил на волочную вишню. Мои персики, и они укреплели четыре раза, но в теплице. Ну, теперь, гадайте, я это, я свое слово сказал. Можно ли? Конечно, можно. Так. Теперь вот это вот, значит. А, вспомнил. Я нашел среди комментариев других на другом канале умнейшую Анну Амешенко. Это на данный момент такой случай, один из миллионов. «При подобных пересадках необходимо обязательно обрезать крону дерева». Помните, на чем я свихнулся? «Ведь объем корневой системы вы сильно уменьшили, корни обрубили». «Без обрезки кроны яблонько засохнет». Ну, как бы ее расцеловать, то этого надо. Вот. «Последний раз так пересаживал десятилетие в грушу, прошло сильно обрезать крону и фиксировать копоре. Живость хорошо, растет плодную семья». Я просто, когда-то с вами взял, один из комментариев выделил. Вот. Слава Богу, что есть еще люди, да еще и женщины. Двойне приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!